Евангелие от Матфея «Прощать необходимо 70 раз по 7». Помните такую замечательную духовную арифметику? По сути, другими словами, он сказал, прощать – это всегда. «Прощать означает ли довериться этому человеку снова, так же, как и раньше?» Нет, конечно, эти вещи совершенно не та же детственная и не взаимозаменяемая. Если человек тебе предательством, своим изменой, как бы руки отрубил, то как ты сможешь его обнять? Такой яркий образ когда-то привел митрополитан Туанисуровский. Но что значит простить? Простить в первую очередь значит не мстить при первой возможной ситуации. Надо сказать, такие ситуации практически никогда в нашей жизни и не возникают, но нам постоянно хочется, чтобы не возникли. Мы продумываем перед сном массу разных сценариев. Вот если мой обманщик или изменщик, или предатель, или тот, кто секрет мой раскрыл, или как-то иначе обидел, будет нуждаться в моей помощи. Вот я так скажу, и так скажу, и вот так скажу. И все, ложимся спать с этой мыслью, встаем с этой мыслью, и сердце наше сжимается. Нам тяжело жить не только от того, что человек нанес нам какой-нибудь урон, а уже только потому, что мы хотим отомщения. Мы жаждем справедливости. Мы хотим, чтобы с этим человеком что-то плохое произошло. А Господь говорит, мне отомщение, аз воздам. Все. Но Господа Бога возложите печаль свою, и простить в данном случае значит просто забыть. Просто принять те жизненные обстоятельства, которые произошли с вами в результате этого предательства, или этого обмана, как некоторую данность, и отталкиваясь от них, идти дальше вперед, не ожидая ни раскаяния, ни покаяния, ни приползывания к вам на коленях со слезами прощения. Просто оставьте тот человека. Мир в душе, когда будет у вас, и вам будет хорошо. И всем окружающим вам будет. Окружающим вам, людям будет отрадно и радостно. Так что прощение в библейском контексте означает разрушение вот этих тесных связей между вами и вашим обидчиком, которые не дают вам жить. Если представьте себе, милосердный Господь этого человека помилует, как разбойника, распятого с ним, как многих других негодяев, которые искренне раскаялись и, может быть, даже успели принести плоды покаяния. Представьте себе, если этот человек, который портил вашу жизнь, будет прощен, и вы тоже, допустим, войдете в Царство Божие. Но, увидев его, согласитесь ли вы с судом Божиим? Не факт. О, мне всю жизнь испортила, с ним еще вечность должна коротать. И вот это состояние непринятия Божьего суда, в первую очередь милосердного, потом справедливого, называется состоянием ада, который внутрь нас есть, так же, как и Царство Божие. И двери этого ада заперты изнутри, и приобщиться этому ужасу вы можете еще при жизни, не простив тех, кто вас обидел. Помоги вам, Господи, в этом непростом отделении греховного чувства обиды от вашей собственной личности. Будьте свободны, ибо Господь принес нам свободу. Свободу от греха, свободу от созависимости, обиды и жалости к себе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok